Друзья, ездила я сегодня в деревню Кисловка, ну, по делам. Там у нас встреча была со страховым агентом, ОСАГО оформляла. Заодно купила петуха, договорилась, на одно время с женщиной, которая петуха мне привезла, и со страховым агентом. И вот проезжала мимо такого живописного места, вот там вот находится аэродром наш. Я там в юности с парашютом ходила, там у нас авиашоу проходит всегда, каждый год. И вот я хочу вам показать, как выглядит лес этот, снегу. Ну, не правда ли сказочно, красиво. И дорога прям, ну, и не сильно такая грязная. Мало натаскали с колес. Оттуда дальше вообще белые. Смотрите, как красиво. Вот там находится деревня Головино. Смотрите, кто дорогу перебегает. Вот так вот ее след выглядит, когда она поверх сугроба идет. Это землеройка. Она не... ее даже кошки не едят почему-то. Но ловят постоянно. Ехала я, ехала с петухом. И вот перед въездом в Томск встретила... Ну, смотрю, машина стоит. А в машине клетки. Ну, и я остановилась, решила посмотреть, что там такое. А там... А там куры были. И вот я парочку купила. Вот таких курочек. Куда вылазишь? Все, все. Сейчас в город поедем. Девки. Мне надо за свет заплатить, за электричество. Так что вы компанию мне составите. Петух, ты там живой? Ну-ка, покажись. Вон она. Анна. Да, мы приедем. Нормально покажу его. Тут просто скотчем все заклеено. Все, заплатила я за электроэнергию. Вот он наш Томск энергосбыт. Здоровенное такое здание. Дали мне памятку, как оформить, как сделать личный кабинет. Будем делать, пробовать. Доска почета у них тут даже есть. Представляете? Вот это вот я вам кусочек города нашего покажу. Это улица Красноармейская. Район Дворца спорта. Дворец спорта туда дальше, конечно. А вот здесь находится спортивный комплекс. Там боулинг-центр и там еще что-то есть. Раньше там был бассейн Томик, 50-метровый. Ну, а сейчас его переделали. Бассейн убрали. Все, граждане, товарищи, держите меня семеро. Я иду в семенной магазин. Куры, охраняйте машину. Ну, воробьи расчирикались как. Я тут навоз вожу. Много у меня работы. Смотрите, какая сегодня погодка обалденная. И чтобы мне было, чтобы силы были, я ем галину. Вот так вот, когда навоз чищу, подойду и вот парочку вот таких вот горсточек съем прямо с дерева. Удобно. Летит. Че ты хочешь? Че скажешь? Девочка моя маленькая. Рогами-то не махай. Вот, нравится мне мохнатые коровьи уши. Не знаю. Так вот приятно мне на них смотреть. И челка вот эта. Челка там. Зашугали они тебя. Там скажут, что не было, не было. А тут нарисовались. Ну, че, дай мне телегу-то взять. Мне идти надо. Привет. Солнце слепит. Я вообще не вижу, че я снимаю. Абсолютно не вижу. Наливаем воды. Они че-то не выпили. А ты че скажешь? Пей давай воду. Приехала я в одну из томских пивоварин. загрузилась вот бордой немножечко. Всего три корыта вот этой фискарской лопаткой перекидала. Дорога здесь ужас. По дороге мне пришлось побуксовать маленько. но самое неприятное это то, что у меня спустяло колесо. Сейчас мужикам сказала, попросила найти компрессор. Если получится подкачать прямо сейчас, то я, может, доползу на этом колесе до вулканизации. А если нет, то придется снимать и колесо вулканизацию тащить. А тут до дороги-то вообще-то далековато. Ну, посмотрим, как будет. Приехала я в вулканизацию, добралась-таки. Там мне вынесли компрессор, накачали, и вот я потихонечку добралась до вулканизации. Так что сейчас все сделает мне будет колесико.